Татьяна Гебадулина в Сент-Виктория и работает, и живёт, а это уже более 40 лет. По её словам, за это время они столкнулись не только с хорошими, но и не с приятными моментами. Только в прошлом году у них были перебои с водой. Планируется, что проблема будет устранена. В перспективе строительства водонапорной башни и бурения скважины. «Это и вообще будет очень хорошо даже, пускай будет, потому что это будет наша личная вода». А пока садоводам приходится покупать воду у соседнего завода, но в ограниченном количестве. «Это будет водонапорная башня на 50 кубов. Она, конечно, не решит все наши вопросы, потому что их надо две, например, по нашим расчётам, потому что одна водонапорная башня, она рассчитана на 200 домиков, у нас их 500 и более». Место для водонапорной башни уже обозначено и залит фундаментом. Рядом будут бурить скважину, а также будет установлена автоматика. На проведение работ выделено 3 миллиона рублей из республиканского бюджета. «В этом году, как в целом и, значит, вот как было ранее сказано, это порядка 140 миллионов вкупе с дорогами, водой было из бюджета республики Татарстан освоено на эти цели. Это только та видимая часть, которая лежит у нас на поверхности». Как отметил Дмитрий Волков, в будущем, если правление проведёт лабораторную экспертизу, возможно, будут установлены экраны для забора питьевой воды. Айзеля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, Новости, Набережные Челны.